Все условия для проведения качественной весенней пассивной компании созданы, уверяют в Кабмине. Уже закупленные семена достигнута договоренность о поставках ГСМ по заниженным ценам. К тому же фермерам начали выдавать кредиты на новых облегченных условиях. Джибек Копробекова подробнее о подготовке к пассивной. Учитывая то, что в этом году конец зимы и начало весны выдались весьма теплыми, весенние полевые работы приступили на две недели раньше. Опытные фермеры говорят, что сейчас самый благоприятный период. Это можно чувствовать даже сидя здесь и со рулем трактора. Машина очень легко вспахивает землю, почва размягчилась и главное в ней достаточно влаги. А это говорит о том, что земля полностью готова к пассиву. По своему многолетнему опыту Мирбек Джусупов знает, что необходимо подготовить землю. Оттого и чистит ее от сорняков, прощупывает почву. Сам же пропахивает землю. Говорит, такое ответственное дело кроме себя никому не доверяет. Сегодня я постараюсь вспахать всю землю. Уже завтра начнем сеять. Свои 15 гектаров земли планирую засеять пшеницей, кукурузой и арпоей, как делал это в предыдущие годы. В Минсельхозе уточнили, на сегодняшний день во всех регионах, кроме Иссыкульска, Таласка и Нарынска областей, весенние полевые работы идут во всем. Всего по стране планируется засеять 1 миллион тысяч гектаров земли, уменьшив посев зерновых и отдав предпочтение многолетней траве. Объясняется это тем, что поголовье скота из года в год растет и для их содержания необходимо увеличить кормовые запасы. К тому же в Минсельхозе советуют в связи с членством ЕАЭС засеять больше земель овощами и фруктами. На них есть большой спрос. По Таласу, как вы знаете, в прошлом году были проблемы с фасолем. И в этом году мы им предлагаем сеять сахарную свеклу. А по Чуйской области, по Чую, если в прошлом году они сели на 5 тысяч гектаров, в этом году они планируют на 9 тысяч гектаров. Договор с Каингдагантом есть. К тому же фермерам начали выдавать кредиты по новым, более облегченным условиям. Увеличены суммы кредитов, отсрочены сроки выплат до трех лет по 10% годовых. Что касается техники в лизинг, здесь тоже предусмотрено облегчение. Не нужно теперь вносить первоначальный взнос в 30%, хватит лишь 10%. По линии Айлбанка за неполный месяц мы выдали 350 миллионов суммов. Около тысячу клиентов уже по всей республике получили. На самом деле это довольно большая сумма, я считаю. Мы планируем до середины апреля выдать 1 миллиард 200 миллионов суммов. Впрочем, все условия для проведения качественной весенней посевной кампании есть. В водоемах накопилось достаточно запасов воды – порядка 310 миллионов кубов. Семена купленных, к тому же ГСМ по сравнению с прошлым годом дешевле на 3 сома. В Кабмине говорят, что эта мера увеличит урожайность сельхозугодий и число скота.